Попытка еще раз вдохнуть какую-то силу в эту бойню, которая идет с их стороны, потому что люди уже не верят. Мне, знаете, вот напоминает это все, я же все-таки германист, отчеты гестапо о настроении в Германии конца 44-го года, они у меня есть. Когда мы выбирали завод для производства нашего народного автомобиля, мы же почему Fiat-то выбрали? Потому что вся местность этого Fiat-то контролировалась коммунистами, мэры, главы провинции и все. И, конечно, сейчас бы в самый раз нам бы предложить какую-то новую, извините за выражение, мечту для европейцев. Ведь, как бы ни ругали еще раз Советский Союз, за советской, за социалистической шли десятки миллионов европейцев, причем осознанно. Европейская политическая система пришла в такую степень деградацией. Я даже больше могу сказать, держал ее когда-то именно Советский Союз. Николай Николаевич, добрый день. Добрый день. Николай Николаевич, любопытна ваша оценка того, что происходило в Швейцарии. Я знаю, что уже много сказано на эту тему и много эпитетов совершенно разных дали этой встречи. И надо отметить, что в целом скептические оценки даже у участников, собственно, этой встречи в Швейцарии, которая вроде как должна была говорить о каком-то мире. Хотя, опять же, как говорить о мире без России? Ну, это какой-то нонсенс. Ну, вот ваша оценка как дипломата, в первую очередь, с большим опытом, ну, и историка, конечно, что это было? Ну, вы совершенно правы. Мне от этого вообще чудным образом. Представляете, окончание Второй мировой войны без Советского Союза. Ну, очень странно было бы. Можно бы, конечно, туда Аргентину было бы позвать в 1945 году. Но так и здесь Китай не приехал, вы знаете. Американцы были представлены на не очень, скажем так, высоком уровне. России не было. И Россию не приглашали. Тогда, собственно, для чего это все было сделано, непонятно. Конечно, мнение Албании по данной проблематике, оно тоже, наверное, что-то значит. Но только от него, к сожалению или к счастью, ничего не зависит вообще. Поэтому стран было мало. Кстати, некоторые, вы знаете, они не подписали, даже туда приехав. Ну, например, там была итоговая декларация. В итоговой декларации содержалась там оценка того, что происходит. Ну, и типа, что надо делать. Ну, Китая не было вообще. Саудовская Аравия, например, не подписала. Армения, которая приехала, она тоже не подписала. Поэтому, да, там очень долго, там какие-то формулировки. Но сейчас сам-то в таких вещах участвовал когда-то. Ну, понимаете, можно, конечно, знаете, выхолостить все так, что может подписать, ну, кто угодно. Моя кошка может подписать, например, если бы она писать умела. Но просто смысл в этом какой. Что касается позиции самой Украины, видите, она все время шатается. Вот, смотрите, сначала, да, вот чтобы напомнить. Договор-то был подписан в марте 2022, точнее, парафирован, да, главами делегаций. Значит, они разъехались, эти главы, кстати, от вас, да, из Минска к себе домой. Ну, и в Стамбуле там шли переговоры. И осталось подписать, собственно, Путину и Зеленскому. Путин-то был готов. Причем он говорит, что он и сейчас готов. Он показывал эти тексты, вы помните, на саммите России-Африка. Там смысл в чем? Ну, собственно говоря, Украина не вступает в НАТО. Есть гарантия ее нейтрального статуса. И, собственно говоря, что касается территориальной проблемы, как сказал ваш президент Лукашенко, с которым Путин об этом говорил, что там содержались в марте 2022 такие уступки со стороны России, что, типа, если я вам скажу, сказал Лукашенко, вы мне всего не поверите. Тем не менее, видите, вот ситуация, почему я про то говорю. Тогда, значит, англичане, прежде всего, не американцы, сказали, да ладно, что вы, мы сейчас вышибем к чертовой матери вообще всех, что с ними вообще договариваться, оружие дадим. Значит, прошло два года. Я должен сказать, что оружие в европейских странах крупных, ну, скажем, там, Германия, его уже нет. Ну, то есть, они бы с удовольствием, может быть, и дали бы чего-нибудь. Запасы все исчерпаны, производить не хотят. Вот понимаете их солидарность. Пока на складах что-то валялось, тем более за этими складами надо следить, там, смотреть и прочее. Они-то и сплавляли все, да. Причем иногда даже, помните, какими сделками. То есть, немцы передают леопарды, танки, чехи, а чехия, советское оружие. Ну, то есть, они еще избавлялись от неликвидов, да. А теперь все. То есть, есть некоторые страны Западной Европы, у которых армии разоружены. Ну, то есть, вот там нет тяжелой техники, нет бронетранспортеров. Вообще нет крупных орудий и минометов, скажем, дивизионного калибра, как у нас говорили. У них нет ничего. Американцы сейчас заявили, что они дадут там, значит, заказы своей промышленности. И может быть, там месяцев через семь промышленность раскочегарится. Если все будет нормально. Это их данные. Так я к чему это говорю? Вот сейчас Зеленский только начал сдвигаться. И под влиянием того, что происходит на фронте. И главное, потому что, ну, Запад, в общем, он чувствует, что он наплевал как бы особо. Американцы семь месяцев вообще игнорировали Украину. У них там проблемы с мексиканской границей. Там, я не знаю, еще чего-нибудь. Трампа судят. Ну, интересная жизнь. Ну, какая-то Украина надоела уже им, наверное. Так вот, только Зеленский. Помните, он раньше говорил, никаких переговоров, пока Россия не отойдет на границу 91-го года. И вдруг он говорит, а вообще никаких переговоров. Закон принят там, да. Теперь говорит, нет, мы согласны, если Россия отойдет на 24 февраля 92-го года. Ну, то есть, он отъехал сразу там очень крупно. Теперь снова говорит, не надо. Почему? Потому что мы обещанные истребители-бомбардировщики F-16. Вот, понимаете, все то же самое. Вот помните, такая карикатура есть. Вот осел, он идет, да. И когда он не хочет идти, да. Перед ним морковка. Осел ее все время хочет съесть, да. Но не может никак. И для того, чтобы ее настичь, он идет. Мне жалко, честно говоря, украинский народ. Жалко тех, кто у них сейчас на фронте. И своих, конечно, тоже. Потому что, ну, это опять, понимаете. Ребята, чуть продержимся, получим F-16, и все расцветет. Жаль. Ну, знаете, мне кажется, кто-то, а штаты знатно троллят те же украинские власти. Я сейчас не говорю про украинский народ. Это две разные вообще вселенные. В частности, вот из недавнего. Для вступления в НАТО надо победить Россию. Украина должна победить Россию, чтобы тогда, может быть, в НАТО как-нибудь вступить. То есть, ну, это даже, ну, я не знаю, это и морковкой-то сложно вот в этот образ даже вписать. Вот это вот, вот этот посол. Ну, победите, идите. Почему, видите, украинские власти, они, которых, заметьте, кстати, в последнее время стало активно заложенной критиковать. Вот он, ну, бывший главком вооруженных сил Украины, кто не помнит его еще, да. Ну, до этого он как-то так затих вроде, да, когда его сняли. А теперь он начал тоже уже выражаться опять почему-то, потому что он-то понимает, что это очередное фуфло. Вот помните контрнаступление летом 23-е? Все, там, 12 бригад подготовлено, там, в течение месяца мы прорываемся к Азовскому морю, все нормально. Это был такой крах. И сейчас, почему заложенный критикует, Зеленский, он, ну, опустился, ну, не то, что опустился, он особо не поднимался. Он просто врет людям, когда говорит, мы получили дальнобойное американское оружие, это первое вранье, и второе, что оно разрешено к использованию против России по всей территории. Потому что раньше американцы что говорили, вот хаймерсы эти все, да, это самое дальнобойное, что они давали украинцам до сих пор. Ну, хаймерс на платформе Атакамс, там, до 270 километров. Они говорят, нет, мы не разрешаем использовать по Украине. Не разрешаем. По России, извините, пожалуйста, не разрешаем, да. Они и сейчас не разрешают. Ну, то есть, если посмотреть официальное заявление представителей Газдепа... Разрешаю, не разрешаю, это такая, знаете... Нет, если официально смотреть, вот что Газдеп говорит, они говорят, нет, нет. А Украина говорит, да нет, они разрешили, но это просто вот, ну, там, мы не будем сейчас об этом говорить. Пишут какие-то газеты со ссылкой на неназванные источники. Видите, это вот попытка еще раз вдохнуть какую-то силу вот в эту бойню, которая идет с их стороны, потому что люди уже не верят. Мне, знаете, вот напоминает это все... Я же все-таки германист. Отчеты гестапо о настроении в Германии конца 44-го года, они у меня есть. Ну, то есть, это были секретные донесения каждую неделю руководству Рейха, вообще, чего люди думают, да. И я меня-то все время раньше поражал, ну, думаю, наши под Варшавой, да, там, я не знаю, восточные, почему они сопротивляются? Ну, почему, как бы, вот... А им специальные, значит, осведомители гестапо, они рассказывали вот на фабриках, там, в трамваях, там, где-нибудь, что скоро подоспеет оружие возмездия. Фергельтунг-сваффе, да, по-немецки фау, это фергельтунг-возмездие. Все, ребята, вам продержаться еще пять минут, и все. Все, и тогда мы этих русских чуть не до Урала отбросим. Что из себя это оружие представляют? Ну, это секретно. Нет, я хочу сказать, что к тому времени ракеты фау, они уже применялись, но не влияет на исход никак. Представляете, люди в это верили. И вот сейчас, мне кажется, то и Ф-16 нас спасет. Да, это у нас 12 бригад. Здесь же уже это, которое, вот это вот чудо-оружие. Мы же, ну, уже избили язык, честно говоря, вспоминать это. Вспомните, сначала там обожествляли, вот как выразился один из наших собеседников, дживелины. Сколько детей назвали там дживелинами, дживелинками и так далее, и так далее. Это украинец. Ужас, как они сейчас тут живут, эти детки. Потом эти гаубицы, три топора. Ну, три семерки, да. Потом эти цезары французские. Вот еще одно чудо. Я уже всего не упомнишь. Потом хаймерсы, да. Потом атакамсы сейчас все решат нам. Сейчас Ф-16. Шторм шедоу, да. Да, шторм шедоу. Сейчас таурусы немецкие. Сейчас Ф-16. Ну, это же невозможно верить все время, что чудо за чудом рушится просто на глазах. Ну, видите, у Гитлера в свое время у него была такая теория. Вот, кстати, она очень хорошо показана в 17 мгновениях весны. Это вообще, я как историк могу сказать, фильм очень прям приближен к реальности. Вот как никакой. Помните, он там в марте 45-го говорит, скоро коалиции союзников развалятся. Нам продержаться вот-вот буквально там что-то, и они сами себе вцепятся в глотку. И он разговаривает, он это верит, понимаете. Некоторые тоже этому верят. Поэтому заложенные-то критикуют. Почему? Ну, он же все-таки военный, понимаете. Он, наверное, понимает, что это полная лажа. И, кстати, он-то намекал до снятия, что надо бы вообще заканчивать там как-то, какие-то переговоры начинать. Но его выкинули. Причем, мне кажется, там дело до суда даже доходит. Если он сейчас бы вот начал что-нибудь выступать поактивнее, да, и его могли бы привлечь, конечно, впрямую арестовать и посадить. Посадить. Поэтому он так вот как бы сырский. Ну, он сейчас посол в Лондоне, он там издалека может себе что-то позволить, конечно. Ну, понимаете, в Лондоне Степана Бандеру достали, вы помните, в Мюнхене. Он, наверное, тоже считал, что он может себе много чего позволять. Но вот, так сказать, пошел за помидорами на рынок и не вернулся. Ну, точнее, в подъезд он зашел, конечно, да, а потом все. Нет, это ведь на самом деле, смотрите, ведь доказано, что они прибегают к терактам, да. Причем, ну, уж кому дочь Дугина там, например, могла насолить. Я вообще не понимаю просто, ну, зачем. Ну, конечно, теракт это в первую очередь страшение, да. Да, конечно, поэтому, я думаю... Вот эта трагедия с дочерью Дугиной, это как раз тот случай. Да, ведь террор от слова латинского страх, устрашение, да. И поэтому, ну, и тот же Залужный, и все остальные, они предпочитают так, это, знаете, вот пока помолчать, что называется, здоровее будут, но намекать намекают. Я еще раз говорю, мне кажется, что вот эта мирная конференция в Швейцарии, если вообще от нее какой-то пользы есть, но она должна побудить украинское руководство просто сесть. Ну, сесть, пока за стол переговоров имеют. Значит, взять вот этот парафированный текст Марта, где, в общем, все прописано. Это как австрийский договор 55-го года. Вот то, что я Зюганову предлагал тогда в то же время, например, я прям этот договор написал, как я его увидел по Украине, и то, что говорит Путин... Вот смотрите, Австрия плохо. Австрия не хочет в НАТО. Не хочет. Там все опросы говорят. Она подойдет? Да подойдет. По всем критериям. Абсолютно все нормально. Она внутри этого НАТО вообще, понимаете? Она не хочет. Она считает, что нейтральный статус 55-го года, который мы с вами, Советский Союз, и сейчас Россия гарантирует, вместе с американцами, вместе с англичанами, прекрасно живут. Это, можно сказать, вторая столица организации объединенных наций. Вена, да? Почему? Именно вот там даже сидят страны-экспортеры нефти, ОПЕК. Вот, казалось бы, да? Какая связь Австрии, которой нет нефти с ОПЕК. А потому что вот это вот удобная, как сейчас выражается, площадка. Они сэкономили на военных расходах, австрийцы, будучи нейтральной страной. Я не знаю, наверное, сотни миллиардов вот с того времени. И не хотят менять этот статус ни на что. С другого стороны, понимаете, Украина, так сказать, ну вот мы хотим в НАТО. Ну, хорошо, а зачем? Вот, как бы, какой смысл-то в этом? Для их населения, прежде всего. Ну, почти первое, второе, третье. А что? Что? Ведь, понимаете, на Запад многие надеялись. Из постсоветских республик. И Армения, и некоторые другие. И Молдавия, кстати. И вот я еще помню, как Запад обещал Армении построить атомную электростанцию. Выгодит советскую, закройте. Она плохая, она ужасная, там, Митцаморская станция. Мы вам свое построим. Ну, хватило ума этого не делать. И сейчас наша станция, ну, на нашем оборудовании дает половину электроэнергии Армении. Вот, представьте, закрыли бы ее, да? И Молдавия говорит, откажитесь от российского газа. Те говорят, ну, замечательно. А какой? Те говорят, ну, подумаем. Литва. Помните, они закрыли атомную станцию в Игналино. Игналинскую. У них после этого тарифы в три раза выросли. И на электроэнергию. И на всех странах, где Болгария, то такой же пример, где были свои станции под давлением, в первую очередь, с Германией, тогда еще. Они тогда выкручивались на руки, а все это позакрывалось. И у всех тарифы подскочили. И продавали, и продавал тогда, тогда, во всяком случае, продавали электроэнергию кто? Немцы. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. Сейчас немцам самим, ой, как надо. И сейчас уже тут на передний план выходят американцы со своим сжиженным и так далее, газом. Ну, в общем, с другими уже источниками. А немцы, понимаете, почему? Потому что вот было три точки производства атомной станции под ключ. Это Советский Союз, Россия, Америка, Вестенгаусс и Сименс, Германия. Все. То есть, смысл-то в чем? Закройте советскую станцию, купите у нас. Я помню, они армянам предлагали, это еще в начале 2000-х, за 3 миллиарда евро. Ну, тогда бюджет Армении был что-то миллионов 800, наверное, в пересчете. Представляете? То есть, они хотели просто как бы наварить на вот этом вот Советском Союзе, тоталитаризме. А просто хотели получить деньги. Все. И сейчас обидно вот и за Украину ведь то же самое. Помните, у них-то тоже были мысли. На Украине большинство наших станций было советских атомных. Опять, почему? Потому что Украина имеет прекрасную землю, климат, не имеет воды очень много. Понимаете? А на Днепрежье нельзя строить вот там, я не знаю, там через каждый километр. Ровенская станция, Чернобыльская и прочее строились для того, чтобы Украина советская была обеспечена электроэнергией. И они говорят, а мы на Вестингаус перейдем. Ну, Вестингаус, кстати, если кто не знает, обанкротился с тех пор, да? Ну, то есть, там уже другая компания. И Вестингаус даже им сказал, ребята, это не подойдет. Наши реакторы под ваши энергоблоки. Придется заново все делать. Вы готовы заплатить? Точнее, ваш украинский народ. Вот обидно, понимаете, что это просто вот тупая конкурентная борьба. Вот помните, с чего все начиналось, как в песне поется, да? С Евромайдана, Евро. Мы хотим в Евросоюз, потому что будет соглашение о свободной торговле. Вот мне интересно, кто из граждан Украины это соглашение читал? Сам документ маленький. Ну, типа, свободная торговля. Что логично? Ну, товары должны передвигаться там беспошлим, безо всего. Но там исключение, вот. Понимаете? Да, кроме украинской пшеницы. На все готовы, понимаете? Ну, а что? Кроме украинского проката. Ну, то есть, они взяли все основные украинские товары, которые вот до всего этого продавались на Запад, и их исключили из свободной торговли. Ну, замечательное соглашение, понимаете? Ведь поэтому Янукович тогда и сдал. Он-то вел туда страну по глупости. Но тут к нему пришли директора заводов, просто говорят, ты что, с ума, что ли, сошел? Ну, то есть, нам ничего, нашим товарам свобода там нет. А с Россией свобода рушится для нашей продукции. Что делать? Ты что, с ума сошел? У нас миллионы людей без работы останутся тогда. Все. Тут дядя Янукович начал уже пилить назад, но эту тему подхватили вот эти вот все граждане. Вот сейчас куда, скажем, до, предположим, СВО, ладно. А что, Украина, Евросоюз хоть одно зерно, что ли, продала? Нет. Никто не дает. А что касалось проката, давали только, ну, слябы. Да, слябы – это чушки. Ну, то есть, полуфабрикат. Нет, они не хотят готовую продукцию брать. Это они сами сделают. А вы нам давайте вот либо сырье, либо там, ну, что-нибудь полусырьевое. Вот и вся свободная торговля. И причем я хочу сказать, здесь Украина, она не должна как бы думать, что ее вот специально кто-то обманул. Да, они со всеми так заключают. Абсолютно со всеми. У американцев 23 соглашения о свободе торговли. С Израилем, с Израилем, вообще, другом, можно все, кроме цитрусового. Но Израиль – основная статья экспорта в Америку. Цитрусы вы и были, понимаете? Ну, можно сказать, Израиль может поставлять нам белых медведей. Пожалуйста. Мы не против. Ничего не имеем. Ну, это же все, ну, липо. Значит, с Сальвадором, с Чили. Вот все то же самое, понимаете? А украинцы почему-то думали, что капиталистический Запад ради них наступит себе на горло, что ли. Вот свои фирмы каким-то образом будут ограничивать, введя украинскую конкуренцию. Вы помните эту зерновую сделку, когда поляки стали на грани, поляки, и сказали, идите вы со своим зерном, братья украинцы, куда подальше. Мы вас любим, но своя рубашка нам в 150 раз дороже, ближе к телу, чем вы. Зерно. Румыны. По Дунаю хотели. Румыны говорят, вы что? Там солидарность, солидарность общеполитическая. Ну, идите вы со своим зерном там куда подальше. Вот я думаю, ну, неужели все это... А ведь я вам сейчас открою небольшой секрет. Вот до всех этих событий, ну, еще даже до Крыма, у нас с Украиной были плотные переговоры о создании такого, знаете, зернового пула. Ну, типа ОПЕК, но не по нефти, а по зерну. Потому что мы ведь тогда с Украиной доминировали на многих рынках. И мы вместо того, чтобы конкурировать с друг другом, могли бы выдавливать с этих рынков, извините, других конкурентов. Там тоже Францию, предположим, еще кого-то. И вообще, я должен сказать, с их стороны-то тогда это полное понимание находило. Что, ну, действительно, что мы друг другу наступаем на пятки, теряя средства. Мы лучше вот как бы разделим рынки, грубо говоря. Да, это же все делают. Организация стран экспортеров нефти вот именно этим и занимается. Есть малоизвестная, но очень важная организация стран экспортеров бананов, предположим, которые вот думают, ты здесь, я вот здесь. Ну, все можно было сделать. И вот сейчас какой результат. Но в Евросоюз украинское зерно не пускают. Где-то еще оно не нужно. И вообще многие страны, я должен сказать, они смотрят так. Типа, ну, мы не против купить зерно. Ну, что-то там все как-то вот плохо, непонятно. Мы подождем. Обидно. Когда разваливался Советский Союз, у нас был прекрасный самолет от военно-транспортной Ан-70, замечательный просто. Да, немцы хотели купить для Бундесвера. Вы представляете? Для Бундесвера вместо американских. Я лично участвовал в переговорах. Тут мы все разваливаемся. КБ в Киеве, сборка у нас. Немцы говорят, ребята, вы нас простите, но у нас гарантия нет, что вы нам будете поставлять. Две страны. А Украина тогда тоже говорит, да мы сами все сделаем. Что нам там какой-то Куйбышев, Самар. Ну, результат какой. Что вместо этих самолетов летают совсем другие. Не наши, не украинские. Ну, тут очень символична судьба МРИ, вот этого странитого самолета. Что от него осталось? Это действительно как символ всего того высокотехнологичного, развитого, инженерного, что было, собственно, в Украине. Я не знаю, что там осталось, конечно, на это время. Сложно сказать. Да. Ну, слушайте, прозвучало от швейцарца, по-моему. Поэтому, да, представитель Швейцарии, мысль попала вернуть все-таки к этому саммиту в Швейцарии, мысль по поводу следующего возможного какого-то, чего-то подобного. И он высказал такую, в общем-то, мысль, что если что-то такое будет происходить, то это должно быть точно не на Западе. Точно, естественно, с участием России. Да. Ну, вот, а если не на Западе, то где? Я думаю, что это может быть либо Минск, либо Пекин, но мне лично Минск, понимаете, вот сейчас модно как-то сильно перехваливать Китай, я бы сказал так, что вот что бы кто ни говорил, и вы знаете, чисто не политически, вот лингвистически, исторически, но мы один народ, мы вышли из единого народа, что белорусы, что русские, что украинцы, это были восточно-славянские племена. Центром когда-то был всего общерусского государства Киев, мать городов русских, было Турово-Пинское княжество, там, Полоцкое, да и Колыбель Литвы-то, собственно, это город Новогрудок, да, все равно на территории Беларусь. То есть, ну, почему не нам-то решать свои... Вы знаете, как раньше, исторический спор славян между собой. Это вот говорили про русских и поляков. Ну, хорош. Хорош. Знаете, славяне вот дерутся с друг другом там, а вне славянских государствах, там только радуются, понимаете. Ведь, ну, знаете, сейчас странно, ведь славяне, самый большой этнос Европы сейчас. Самый большой. Причем это, между прочим, уже лет сто, наверное, да, так происходит. А видите, да, для нас с вами это даже удивительно. Как это? Для нас Европа это вроде там Германия, да, там Франция, Италия. Вот если брать Европу там вот географически, от Лиссабона до Урала, самый большой этнос это славяне. Да, там западные. Представляете, если славяне поймут, что они могут быть вместе, да, там где-то забыв там религиозные какие-то, да, там свои... Это все. Ну, возможные, да, какие-то обиды, может быть, еще что-то такие. Ну, мне кажется, это действительно очень незначительные вещи. И вдруг возникнет такая идея объединения и будет поддержана, самое главное. А вот смотрите, да, опять как дипломат. Вот нам с вами сейчас начнут кричать. А, вот там медведь или кто там, зубр. В смысле Белоруссия. Смотрите, есть организация франкофонных стран, да, туда входят все страны с французским языком. Там, африканские, Гаити. И даже есть ряд наблюдателей. Украина, например. Которая при всем уважении... Ну, блин, ну, это не франкоязычная страна. Но есть организация португалоязычных стран. Есть организация испаноязычных стран. Ну, уж про британское содружество нации, я думаю, уж все знают, да, там. А почему нет, скажем, какой-то организации славянского единства? Ну, пусть культурной, пусть научно-исторической, там. Почему ее нет? И сразу... Ой, это тут вообще-то вот это все подозрительно. Что это они-то? Рука Москвы, там. А что здесь, собственно говоря, плохого? Я вам даже тоже как лингвист опять скажу. Вот если мы возьмем три крупнейших этноса Европы, это романские, ну, там, португальцы, испанцы, французы, итальянцы, румыны, германские, там, немцы, голландцы, англичане и славянские. Славянские языки, вот, по сравнению с ними, да, они друг от друга вообще почти не отличаются. Ну, вот я знаю немецкий и английский, да, ну, извините. Немец англичанина не поймет. Ну, и наоборот, хотя это корень одинаковый, да, не поймут. Ну, извините, мы-то с вами все-таки худо-бедно понимаем друг друга, да, там, с украинцами, с белорусами, с русскими. Это же, вообще, они недавно очень разошлись, эти языки. А тут, то есть, у нас, другими словами, объективных... Это вы самые близкие языки только называете. Я вам скажу больше. Например, ну, я вот, например, хорошо понимаю поляков. Ну, надо только, конечно, чтобы не очень быстро... Да, если говорить медленно, все понимаешь. И точно так же он понимает. А они понимают, как ты говоришь, тоже не очень быстро. Примерно то же самое происходило и в Болгарии, в той же, да, и в Чехии. То есть, в принципе, в Сербии, в принципе, понять друг друга можно. А если еще там денька два-три повариться в языковой среде, так и все, вообще все понятно. Я помню, когда мы с супругой первый раз попали... Ну, первый, единственный пока. Попали в Македонию. Как было здорово, когда спасибо, хвала, а пожалуйста, приятно. Ну, смысл. Смысл мы понимаем. Пусть даже звучит, может, немножко по-другому. Но смысл понятен. Очень мало слов. Вот часто бывает. Вот, посмотрите, в Чехии часто чешский язык приводят. В качестве примера какие-то слова, которые у них нормальные. А у нас, для нас они звучат, ну, может быть, где-то смешно. Ну, слов-то таких, на самом деле, это раз, два, три. А в общей своей массе мы, в принципе, можем понять друг друга. Это действительно большое... Может быть, большим... И главное вам это лингвисты скажут. Вот немцы мне говорили, что германские языки разошлись где-то полторы тысячи лет тому назад. Ну, вот уже люди стали как-то... Славянские 500 лет там у нас. Вот, скажем, во времена Киевской Руси поляков не воспринимали как, ну, какое-то иностранное государство. Да, это вот там они женились, там занимали друг друга там княжество. Это как бы все такой вот внутренний мир. Не зря же мы с вами друг друга называем словения. Да, это слово. Мы понимаем слова друг друга. А всех, кого мы не понимаем, мы называем немцами. Ну, немыми, точнее, которые что-то хотят сказать. Не обязательно из Германии. Правда, они все там... Да, все вот немцы. То есть, и смотрите, что обидно. Имея так мало различий, имея так много общеисторического, мы еще с друг другом... Знаете, чехи со словаками разошлись. Что творилось в бывшей Югославии в 90-е? Ну, это ужас просто. Там-то специально же подогревалось, понимаете? Ведь, ну, скажем, ну да, у хорватов латиниц, у сербов кириллиц. Ну, язык-то вообще одинаковый. Сербско-хорватский, представляете? Он вообще не отличается. Тем не менее, им удалось их еще стравить. Если брать Боснию и Герцеговину, там живут босняки. Нет такого нации. Босняки – это сербы, принявшие когда-то ислам. Ну, нация религии-то не определяется, понимаете? Она определяется языком. Но их убедили. Вы не сербы. Нет. Вы босняки. Вы враги сербов. И представляете? Сербы-христиане и сербы-мусульмане, грубо говоря, друг друга мутузили вообще лет 7-8. И над ними, значит, Запад там весь похихикивал. Нам... Вот знаете, я просто пример приведу. Когда после 1945 года Чехословакия была интересной страной. Там не было наших войск. Американских тоже. И там шла борьба такая, знаете, вот между теми, кто на Запад ориентировался там, и на Восток. Коммунисты из Сталина, они активно использовали славянский именно фактор. Гениально просто использовали. Они говорили, вы с немцами или со славянами? И тут даже те, кто не был коммунистами, например, да, они говорили, ну да, в общем, тут как-то, да, непонятно, почему мы должны быть не со своими братьями, да, а вот с ними. И мы победили тогда. Мы победили на свободных выборах в Чехословакии 1946 года. То есть, победили партии, ориентировавшиеся на Советский Союз именно во многом даже вот из-за этого славянского фактора тогда. А что вот с нами не так? Мы что, такие внушаемые, что ли? Смотрите, вот с украинцами что сделали? Просто на ровном месте фактически. Да, конечно, можно сейчас вспоминать историю вызревания того же национализма украинского. Но то, что произошло на наших глазах, это все равно как бы, ну это еще долго будут изучать потом. Вы знаете, вот славянам не повезло, в каком смысле, в отличие от других наций, славяне все, все, я должен сказать, за исключением русских, они все время были под кем-то, и причем сотни лет. Ну, например, болгары под турками, балканы тоже. Вы какое-то время там под Литвой, потом Литва попала еще в Польшу сама. Там вопрос еще, кто под кем, под Литвой. Там Литвы-то тоже. Ну, нет, я понимаю, что с точки зрения, ну просто, понимаете, смысл. Великое княжество Литовское было славянским государством. Все нормально. Там и канцелярия была на русском. Но когда они сначала персональную унию заключили, да, с поляками, а потом уже и Брестскую, да, получилось, что попали вот туда-то. И тут смысл в чем? Конечно, все эти державы не славянские. Ну, например, Австрия, да, или Пруссия. А до этого там Ливонский орден. Они в чем были заинтересованы, конечно, в этом, да. Они понимали, что если славяне объединятся, от них не останется, ну просто мокрого места, даже ввиду, ну просто разницы в населении даже хотя бы, да. Ведь вот была Австро-Венгрия, да. Ну, типа там были австрийские немцы правили и Венгрия. А 40% населения составляли славяне. Это был самый крупный этнос Австро-Венгрии. И немцы с венграми объединились только на одной почве. Они же друг друга тоже не любили держать славян вот именно вот так. Потому что славянам, извините, были не нужны ни венгры, ни немцы, ни кто бы то ни было. Разделяли с помощью религии, разделяли с помощью алфавита, разделяли с помощью негативных вещей. Вы вот спрашиваете, что случилось. А я могу сказать как историк. Ведь период мирного сожительства славян, он был 40 лет. Он был с 45-го по 85-й, скажем. А до этого сотни лет. Вот Львов, да. Львов ведь был когда-то русский гор. Но он так и назывался Львов. В честь Льва, сына там галецкого князя. Но его же 700 лет с нами не было. 700. Причем он был то под Венгремя, то под немцами там, то еще под кем-то. Например, 700 лет. Понимаете, вообще с точки зрения истории мы с вами жили очень мало вместе. Вот нормально. Я имею в виду не только славян Советского Союза, но и поляков. Вот советский период там. Тех же самых болгар. Ведь болгары, например, были в дикой вообще вражде с Югославами из-за Македонии. Понимаете, там, ну, с дикой. И Сталин, ну, чуть ли их не сводил. Ну, прям, вот, понимаете, вот так вот, товарищи. Там же, если взять, вот, даже еще довоенную их историю, вот, там, 20-е. Там же, там, война за войной. Вот они друг на дружку там набегали все время. Там, то эти Белград возьмут, болгары займут. То те наоборот. То там постоянно все. Ну, вы представьте, вот, правильно говорите, Балканская война, вторая. Это бы часть славян вместе с турками воевала против других славян. Ну, это даже, вот, только-только турок сбросили, грубо говоря. Там вздохнули. Или когда мы освободили Болгарию, да, удалось навязать немецкую династию. Немецкую. Какое отношение немцы имеют к Болгарии, например. Ну, исторически как-то еще. То есть, это была длительная, многосотлетняя политика. И нам с вами не удалось. Вот, за короткий период сделано было очень много успехов, я должен сказать. Очень много. Вот сближение. Ну, опять, вот, поляки традиционно поглядывали, там, на белорусов, как, ну, каких-то, там, крестьян, которые, нет, удавалось и это как-то сближать. Понимаете, вот, в новой социалистической формации украинцы плохо относились к полякам. Тоже, там, по понятным историческим соображениям, там, вот, когда были концлагеря для украинцев перед войной, тоже. Сталин запретил выселение венгров из Словакии, из Чехословакии, потому что они не любили их. Ну, потому что это были их бывшие господа, венгры, понимаете. И, тем не менее, товарищи, сейчас другая страна, вы должны там дружить. Вы должны не обижаться, друг. Это же, мало кто знает, это советская дипломатия потратила тьму между венграми и румынами, там, из-за Трансильвании, там. И каждый вам по сто карт предъявит, да, что когда-то это было мое, а нет, мое. В этой же части Европы, где мы с вами живем, границы менялись, там, я не знаю, ну, 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 просто вот как в мультфильме где-то вот. Вот, и всего 40 лет у нас с вами было, а я надеюсь, будет еще больше в скором будущем, когда мы вот целенаправленно, не просто жили вместе, да, но, знаете, вот люди живут и не разговаривают. Да, вот они живут в одной квартире, платят за электроэнергию. Нет, мы пытались наладить вот это вот общежитие. Вот вы же сохранили этот вот фестиваль, славянский базар, вот этого надо больше, понимаете. Надо, может быть, издательство какое-то общее создать по исторической литературе, славянскую. Не обязательно Россия, Украина и Беларусь, это могут быть еще и другие страны. Ведь в СССР был прекрасный институт славяноведения и балканистики, да. Ну, он и сейчас, конечно, есть, но у нас все это сейчас в таком, знаете, вот, не сильно просветающем состоянии. В это надо вкладывать деньги, иначе будут вкладывать они. Но только, как вы понимаете, противоположная вещь абсолютно, что украинцы никакие не русские, никакой связи с ними вообще не имеют. Что у них Магдебургское право было в городах, а Русь в это время типа там жила в каких-то землянках-то. Ну, на это тратится много денег. Нам с вами нужна контрпропаганда. И вот общеславянские корни – это одна часть, понимаете. Могут быть и другие какие-то вещи, но здесь мы явно не дорабатываем, по-моему. Весь наш разговор подталкивает меня еще к одному вопросу. И по следам встречи Владимира Путина с руководителями мировых информагентств. Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства присутствовал на этой встрече и тоже задавал вопрос. Скажем так, он состоял из двух частей. Первая часть – больше не вопрос, а констатация, что Владимир Путин и Александр Лукашенко знакомы уже в районе 30 лет. И как-то все это разные, конечно же, там были периоды в наших отношениях. Но вместе с тем всегда находили какое-то решение. И Путин очень-то дал свою оценку. И, в общем-то, главное, что он сказал, что мы всегда действовали в интересах народов. Это в первую очередь. Отношения настолько тесные, что где-то все равно какой-то сложный, возможно, даже острый, конфликтный вопрос все равно возникнет. И как-то надо находить решение. Для вас, например, что является мирилом вот этой тесноты отношений, степени доверия между лидерами и государствами сейчас в конкретном периоде времени? Вы знаете, раз мы с вами про славян говорим, я-то русский, я знаю какие-то поговорки. Ну, и вы, естественно, конечно, тоже. А есть у немцев интересная поговорка такая. Ну, у нас друг познается в беде, говорят, да? А у немцев есть такое интересное выражение, как друг в хорошую погоду. Ну, примерно то. Это означает, вот когда мы с вами дружим, это от нас с вами ничего не требует. Да? Ну, собрались, попили пивка там, разошлись, как здорово. А дружба реально начинается, когда у одного из друзей проблемы. Ему нужна помощь. Причем помощь дружеская, означающая, что не то, что я тебе доллар дам с перспективой, что ты мне вернешь два-три. Или квартиру мне отпишешь. Нет. Дружеская помощь, она бескорыстная. И вот для меня, собственно, мерило нынешних отношений, что Беларусь, которая и так находится под санкциями. Ну, напомните, мне, по-моему, уже, я не знаю, там лет, наверное, 25, что ли, там. Почти сколько существует суверенная Беларусь, вот после развала Советского Союза, там очень короткий промежуток времени был какой-то такой попытка, что ли, полюбить друг друга Западом, но быстро очень закончилось. Так вот, а сейчас на Беларуси обрушились санкции из-за нас. Из-за того, что Беларусь, она, в общем, заняла четкую позицию абсолютно, да, вот в отношении того, что сейчас происходит. Хотя могла бы, знаете, вот есть, мягко говоря, некоторые страны СНГ, которые на каких-то голосованиях, даже в Генеральной Ассамблее, где, ну, в общем, честно говоря, там немного от этого зависит. Ну, так, это чисто выражение позиций. Они не приходят голосовать. Они воздерживаются, понимаете. Типа, мы и не против вас, но и не за. Нет, Беларусь всегда с нами, она из-за этого сейчас попала вот в очередные санкции. Это и есть мерило отношения, когда один друг ради того, чтобы помочь другому, идет на риск, идет на жертву. Так оно и есть. Ну, вот, а вопрос, собственно, который задала Ирина Борисовна Куловича, звучал следующим образом. А получится ли, вот, на взгляд Путина с кем-то из европейских лидеров точно так же, ну, или хотя бы, похоже, решать сложные вопросы? Путин ответил так, ну, если они, конечно, наберутся мужества действовать в интересах своих народов. Ну, если так коротко. Ну, вот, опять же, на ваш взгляд. Из тех, кто сейчас у власти, ну, мы их всех знаем, можем фамилии даже не называть. Есть ли там сейчас люди, с которыми, в принципе, можно о чем-то серьезном, серьезном, подчеркиваю, разговаривать? Или же среди вот действующих политиков западноевропейских, ну, во всяком случае, которые у нас на виду, там пока не с кем. Вы знаете, это очень важный вопрос. Он очень трагичный, я бы сказал. Вот у нас, в том числе, многие, знаете, приняты, да, это они Европа, а ведь это плохо. Знаете, почему? Потому что, вот, опять, советский период, если брать, вот Европа, там было в каждой крупной стране, Германия, там, Франция, два крупных лагеря, левый, да, социалисты-коммунисты, опиравшиеся на профсоюзы, и, ну, такой правый. Но это была стабильная страна. Вот вы и говорите, с кем говорить? Там в каждой стране было два человека. Один говорил, там, Вилли Брандт, например, да, за левый лагерь, другой, ну, предположим, там, тот же Коль, да, он говорил. То есть, была некая стабильность, и я вам даже могу сказать так, что эти страны, они двигались в сторону Советского Союза, вот, постоянно. Франция вышла из НАТО, помните, да, из НАТО. Причем вывели ее не коммунисты, а Деголь, который, ну, в общем, никаким коммунистом не был, но считал, что с Советским Союзом он во время войны хорошо сотрудничал. Почему вы сейчас это не делаете, да? Тот же самый Вилли Брандт, он же был когда-то антикоммунист, он там, я не знаю, но, придя к власти, помните, да, по сути дела, политическая ситуация в Европе поменялась. А сейчас беда-то, знаете, в чем состоит? Вот вы говорите, с кем говорить? Да там не то, что даже не с кем, а там как бы никто никого не представляет. Вот в чем беда-то, понимаете? Вот Макрон, он представляет 13% населения, по последним данным. Причем, знаете, даже еще в чем ужас? Партия, которая возглавляется Макроном, ей два года. До этого была еще какая-то, совсем другая абсолютно, да. В Чехии самая главная партия называется Объединение активных беспартийных. То есть, они никуда не хотят. В Словении избрали, Словения не самая, что называется, плохая страна, в смысле уровня жизни. Избрали тетеньку президентом, по-моему, в прошлом, что ли, году, а может быть, даже в этом, не суть. От партий, которой не было год назад. Теперь это сильнейшая партия в стране. Вы понимаете, на что я намекаю? То есть, те партии, с которыми мы бы с вами говорили бы год назад, ну, например, их нет. Не то, что они там чуть-чуть, их просто нет. Они вот взяли и распались, да. Они не существуют. Вместо них возникли другие. Но, я вас уверяю, их может и не быть через год. То есть, европейская политическая система пришла в такую степень деградации. Я даже больше могу сказать, держал ее когда-то именно Советский Союз. То есть, вот, был Советский Союз. И с ним надо было как-то строить отношения. Кто-то говорил, ну, коммунисты, да. Кто-то нет. Нет, но в целом, да, вот мы там, Вилли Бронтович, сейчас там, понимаете, там они сами с собой никак не могут договориться. Вот только что во Франции, вот выборы там будут, вы знаете, да, возник Народный фронт. В честь Народного фронта 1936 года, который тогда объединял коммунистов, социалистов, там и партию радикалов. Это было указание Коминтерна и Сталина, да, создание единого антифашистского фронта. И они сейчас говорят, мы хотим создать новый Народный фронт. Вот, и он по опросам там на первом месте. Видите, на первом. Еще раз, год назад, если бы мы с вами сказали, а вот во Франции, возможно, там Народный фронт. Ну, кто-то... Есть. Правда, беда в том, я не уверен, будет ли он через год опять, понимаете. Вот мы сейчас с вами начнем серьезные с ними переговоры. Совершится какое-то событие, эти партии исчезнут просто, понимаете. Вот мы будем их с вами искать, а там будут совсем другие лидеры, которые тоже, может быть, скоро исчезнут. Это опасно. Франция – ядерная держава. Там четыре подлодки, нашпигованные оружием, которое может ракетами долететь до любой точки земного шара. В Англии то же самое. В Англии... Вы помните вот эту премьерку-то? Даже трасс, да. Я уже даже ее забыл, потому что она была недавно, но она сколько держалась? Вы помните? Дни 90, что ли, по-моему, в власти? Что-то вот такое вроде, да? И все говорят, вот, вот она, лист раз. Вот эту... Ее сейчас не помнит никто. Фамилию забыли, понимаете? Да, действительно. Вот все время, пока она была, вот ее фамилия в заголовках всегда была. Вот она на танке помпит, да. Ну, давайте откровенно говорить, она чудила, как могла. Вот просто. Мне такое ощущение, что специально-то делалось, чтобы просто... Я вас уверяю, это везде, понимаете? Премьер-министр Финляндии... Ну, вот, казалось бы, финны, народ такой вот, ну, так сказать, прагматичный. Ну, помните, она зажигала там на какой-то вечеринке, там вся Финляндия обалдела, честно говоря. Она говорит... Ну, мы понимаем, что это тоже человек. Ну, зачем это все на показ-то выкладывать? Вы нашу страну, можно сказать, немножко это сильно опустили. Она уже сейчас не премьер. А мы с вами еще года два, наверное, назад бы считали, что это восходящая звезда там финской политики. У ней популярность что-то была там процентов под 70. Ее нет сейчас. Нету. Она вообще не в политике. Она даже не в оппозиции. Она отсутствует. Это, понимаете, легкое отношение к долгу государственному. Ну, хорошо, но попытался, ничего не вышло, пойду, квартиры буду продавать-то. И что там с этим ядерным... Я не знаю, оружием... Вот это ужас, понимаете. Ведь раньше, предположим, да, если мы имели дело с Деголем, Деголь подпирался еще коммунистической оппозицией, понимаете, которую контролировал еще полстраны вместе с профсоюзами. И Деголь на них тоже был вынужден наглядываться. То есть, на нас. Мы, по сути дела, знаете, ногу держали в дверях там каждой крупной страны. Потому что там были миллионы людей, которые к нам относились лучше, чем к своему правительству. И с этим считались. И это были не однодневки. Нельзя было сказать, вот коммунисты сейчас хорошо выступили, а на следующих выборах их вообще не будет. Будут. Да, чуть так меньше, больше, но будут. Они никуда не денутся. И когда мы выбирали завод для производства нашего народного автомобиля, мы же почему Фиат-то выбрали? Потому что вся местность этого Фиата контролировалась коммунистами. Мэры, главы провинции и все. И там даже, когда премьер-министр начал чуть-чудить, а русским там сказал, ты что, мужик? Мы сейчас выведем 3 миллиона человек профсоюзов, и вся страна встанет. Ты что, обалдел, что ли? Не зря этот город назвали Тольятти. Да, в честь лидера итальянских коммунистов, который брал до 40% на выборах. Такой, знаете, не контрольный пакет, а как это, блокирующий. А сейчас, понимаете, вот я читаю описание некоторых новых партий. Мне интересно, они правые, они левые. Написано, идеология неизвестная. Или у них сейчас есть еще такой термин, big tent. Это большая палатка. Это значит все-всем. Вот вы что хотите? Снижение цен на жилье? Будет. Так, вам что, налоги снизить? Вот помните, в Италии выиграла выборы партии пять звезд. Значит, политологи гадают до сих пор. Это вообще вот, ну, она куда? А ее уже почти нет. То есть, пять лет назад они еще выборы мэра Рима выигрывали. И все отсутствует. Потому что, ну, знаете, избиратели поверили. Поняли, что все, так, теперь какая-то Мелония, которую мы с вами не знали три года назад. Да, это ее партия была, но она была. Она была на пределах статистической погрешности. Никто не представлял ее. Вот это плохо, понимаете? Потому что Европа страна, которую мы хотим жить нормально с Евроей. Это наш сосед, понимаете? У нас с ними действительно давние исторические связи со времен еще наших княжеств. И у нас и торговля хорошая. И люди там могут ездить отдыхать. Но, понимаете, вот сейчас вы меня спросите, а кто сформирует правительство в Бельгии? Я вам не могу сказать. И там, главное, никто вам этого не скажет. Потому что, понимаете, в Германии, предположим, вот и говорят, нынешняя правящая коалиция – фигня. Так люди и считают. Когда возникает вопрос, а кто вместо? Тут начинается, знаете, гадание опять на кофейной гуще. Я считаю, что нам надо присматриваться сейчас. Вот идет в Европе слабенький пока. Но набирающий силу левый ренессанс. Вот во Франции новый народный фронт. В Германии партия Сара Вагенкнех, которая с нуля, она с января, с января, с января партия существует. Эти немцы, да, которые опять у них там вот. С января они набрали на выборах в Европавламент почти 7%. Для Германии это много. И нам надо почему с ними дружить? Я хочу, чтобы они там были надолго. Вот как тогда. Может быть, не обязательно среди лидеров. Но, как бы, знаете, такая политическая сила, на которую мы можем опереться. Которая, по крайней мере, нам понятна. Мы знаем, что у них вот сегодня такая политика. Она, наверное, будет и через 5 лет, наверное, такая. Понимаете? Как мы без этого будем строить, я не говорю дружеские, чебурадские, вообще какие-то отношения? Понимаете? Ведь в экономике, вы прекрасно знаете, там же были крупные проекты, советские, гастробы. Это же на десятки лет. Вы же не можете вкладывать огромные деньги. Потом приходят персонажи, которых год назад никто не знал. И говорят, что, что, какие там трубы? Что-то это ужас. И, кстати, деловые круги в Европе, они реально офигевают. Они не какие-то наши друзья. Но они говорят, вы нам можете объяснить? Вот с Россией на 5 лет будущее нам что делать? Нам оттуда уходить. Уходить вот только из этих секторов-то. Вы вам можете объяснить? И главное, они спрашивают людей, политиков, которых самих-то может не быть через год. Понимаете? И все будут вспоминать. Так, а с кем же я разговаривал-то тогда в Министерстве экономики? Как же свали-то все? Ужас. Ужас. Вот то, что происходит в Европе, это запоздалая месть Советского Союза. Понимаете? Вот они считали, что мы ликвидируем вот этого медведя и рассветем. Рассвели. Знаете, у них пропали некие инстинкты самосохранения. У них пропали... Ну, это, знаете, условно, детей из детского сада выпустили и сказали. Это делайте, что хотите. Вы теперь на свободе. Ну, кто-то, может быть, книжечку возьмет почитать. А кто-то кому-то фонарь поставит. Понимаете? Вот примерно так. СССР на них действовал прогрессивно. С социальной точки зрения. Они как-то могли сгадить в песочке. Свою же причем. Да. А сейчас, когда Советского Союза нет, они говорят, ну что, давай попробуем вот это. Так, не получилось. Хорошо. А может быть, вот это тоже не выходит. Понимаете, там какое-то поле для экспериментов, которое проводят люди. Ну, вот реально. Вот школьников посадили на ядерный реактор. Вот они сидят и думают, так. Вот эта кнопка вроде интересная какая-то, да? Или подождем пока. Может, наш ужас. Ужас. Понимаете? И здесь у меня никакого злорадства в этом смысле нет. Потому, что они никуда не денутся. Это наши соседи. Нам надо с ними выстраивать худо-бедно хорошие какие-то отношения. Но просто с кем? Не то, что они дураки. Я не уверен, что они просто будут. Понимаете? Вот эти люди через год. Какие-то отношения-то все равно будут с этими или другими людьми. Ну, тут жизнь, она так устроена. Как вы думаете, вот этот процесс, который сейчас там происходит, он объективный? То есть, ну, не знаю, так вот на определенном историческом этапе развития так всегда бывает, грубо говоря. Либо же вот уже устоявшееся мнение, что Европа не субъектна. Почему? Потому, что, в общем-то, американцы ее после Второй мировой войны не дают ей толком-то быть субъектной. Да, фамилии вы называли людей, которые действительно что-то представляли из себя. И Деголи, и Вилли Брандт. Ну, еще там можно вспоминать, конечно. Которые действительно что-то себе представляли в европейской политике и в мировой политике. Но сейчас их близко нет. Либо же это все-таки целенаправленная, многолетняя действительно политика американцев. И вот ее результаты. То есть, это само так? Либо же все-таки это чей-то план? Нет, я думаю, что это не план. Потому, что, ну, понятия нет. Можно, конечно, сказать, что американцы... Опять же, не потому, что вот у меня так душа болит за среднестатистического европейца. А душа болит за нас. Потому, что нам с ними так или иначе у нас общие границы. И нам как-то с ними надо все равно... Я считаю, у нас неплохие перспективы. Это самое обидное. Ну, вот, понимаете, я был бы, наверное, очень популярен. Если бы я вам сказал, да, есть там план. Вот, понимаете, если бы я сказал, есть какой-то американский план, я бы выдохнул. Ну, понимаете, если есть какой-то план, то мы, по крайней мере, его знаем с вами. Да, мы знаем, как на него реагировать. Мы можем выставить какую-то контрстратегию. Вот раньше, когда я был еще студент, какая-то американская администрация, она вот приходила к власти и говорила, мы провозглашаем доктрину открытых рубежей. Или там доктрину, ну, какую-нибудь еще там, да, доктрину Никсона. Мы с вами, значит, ее изучаем и понимаем. Вот здесь она нам сильно вредит. Нам надо что-то делать. Там ужас-то опять в чем. Смотрите, в Америке. Трамп, который... Это судимый человек, который впервые в истории может стать президентом. А он, знаете, как вот американцы те же говорят. Это как отвязавшийся на парусном корабле пушка. Он может пальнуть вот сюда, например, да. Вайден вообще, понимаете, вот, ну, мы все люди, да. Мы не молодеем, к сожалению, я опять против того, чтобы издеваться над человеком, ну, потому что он там пожилой. Но видно, что он... И самое главное, даже не в этом дело, а кто на смену ему идет, вот вы можете сказать. Ну, предположим, там, мы все желаем друг другу здоровья, с ним там что-то произойдет. А если будет президентом Камала Харрис, вы про нее что знаете? Я знаю, что она была прокурором в Сан-Франциско. Это, конечно, прекрасно для Сан-Франциско, может быть. А дальше-то что? Я не знаю ее политики. Не то, что по России, по Сирии, там, вообще не знаю, кто это. Потому что это был человек, который не собирался быть президентом. Это просто, ну, вот, комбинация. То есть, там-то... Раньше в Америке была тоже скамейка запасных. Но если не Никсон, то Роберт Кеннеди, да? Ну, там, да. И тот, и другой. Ну, серьезные люди, понимаете? Если не Рейган, то Монделл. Ну, тоже человек с большим опытом. Там все. Опять мы делали какие-то с вами прогнозы. Я не знаю, кто и там будет... Ну, титул, ладно. Кто там реально будет управлять? Вот какие у них взгляды вообще существуют? И, кстати, во многом, между прочим, и Европа-то из-за этого тоже страдает. И те тоже не могут понять. Вот нам как быть-то вообще? Чего нам? Куда? На кого ориентироваться? Знаете, раньше Евросоюз – это создание Соединенных Штатов. Я это могу вам доказать на документах. Это не мои какие-то. Им просто было так удобнее. Мало того, я раньше удивлялся, думаю, американцы наставили на зоне свободной торговли между европейскими странами. Им-то какая разница? А, если ваш американский товар попадает во Францию, он беспошленно попадает вообще куда угодно. Понимаете? А сейчас, смотрите, американцы, у них кто-то главный торговый партнер – Мексика. На втором месте, значит, Канада. На третьем – Китай. Ну, и Вьетнам, кстати, один из основных партнеров США. Ну, то есть, для них Европа-то сейчас, честно говоря, знаете, тоже. Ну, нет. Да. Это наше должно быть. Там все. Ну, как-то там уже такое. Если Латинская Америка – задний дворок. Ну, это как бы близкий задний двор. А это что-то задний двор уже где-то вот. У них все центруется вокруг Тихого океана уже. Вокруг вот и бизнес. Там и все остальное прочее. И, конечно, сейчас бы вот в самый раз нам бы предложить какую-то новую, извините за выражение, мечту для европейцев. Ведь как бы ни ругали еще раз Сайский Союз, за советской, за социалистической шли десятки миллионов европейцев. Причем осознанно. И нам сейчас самое время, конечно, ну, выступить вот с каким-то новым проектом, пока американцы, они и сами-то, честно говоря, вот спутаются в показаниях. А у них-то чего будет вообще? У них-то куда? Ведь, понимаете, у них 60% американцев впервые за всю историю. Говорят, что они не хотят ни за кого голосовать на президентских выборах, вот ни за этого, представляете? Если раньше, предположим, не любили Буша-младшего, но говорили, а вот есть там, ну, например, там, Хилари Клинтон. Она вот против, да? Она сопоставимая. Сейчас они говорят, что вот этот, блин, странный человек. Вот этот тоже странный. Причем многие говорят, а кто хоть у Трампа вице-президента будет? Потому что Трамп тоже не молодой. Он, конечно, так вот это самое, бодрится, хорохорится, но ему тоже глубоко, понимаете? И такая же ситуация, как в Европе, понимаете? Когда мы с вами вообще не знаем, а что там будет через год-два в стране, где 2000 ядерных боеголовок вообще, куда она развернется нафиг? В какую хоть сторону? Понимаете, даже вот с Рейганом, смотрите, почему удавалось иметь какие-то дела, но он был понятен, по крайней мере, да, что здесь вот мы с ним никогда здесь можем поговорить, и даже мы с ними заключали соглашение, помните, там, о разоружении, казалось бы, Рейган вообще, зверь там, но потому что он и нас уважал, он не мог по-другому, с нами приходилось иметь дело, а когда там приходили люди куда-то шатающиеся, понимаете, могло произойти все, что угодно, но нам с вами, я считаю, вот нам бы сейчас как-то с Европой, конечно, там надо растить политические силы, которые, они не обязательно должны любить Лукашенко, Путина, там, нет, они должны настраиваться на длительное сотрудничество с нашими странами, при том, что у них вот по этим вопросам могут быть свое мнение, там, у нас свое, но без непредсказуемости, вот самое главное слово, когда вот мы будем сидеть, и думать, блин, а что же там произойдет, они то же самое будут думать о нас, нет, такого нельзя допустить, если мы, это кропотливая работа, Советский Союз инвестировал вот в сотрудничество с европейскими партиями движения, не деньги главным образом, частично тоже, но главное вот это, да, постоянные споры, понимаете, они нам присылали свои программы, мы могли бы сказать, да вы вообще, что нас отдел-то отрываете, у нас вот, нет, садились, объясняли, спорили по каким-то словам, просто им было приятно, что, ну, как бы, вот, с ними работают, да, вот, их мнение интересно, и взгляды там на то, 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 ну, например, светская социал-демократия нам говорила, а что вы по югу Африки думаете, ну, мы могли сказать, ну, ребят, ну, мы как-нибудь это, сами тут, мы, нет, мы говорим, хорошо, подъезжайте, посмотрим, в Москве улицу в честь Улова Пальма назвали, да, убитого в 86-м году, хотя он не был коммунистом, но это был человек, даже не просто, как бы, симпатии к нам, это, знаете, вот как, ну, я не во всем с ним согласен, но мужик-то хороший, в принципе, надо вот с ним как-то, вот такое у него было примерно о нас мнение, да, он мог сказать, Брежнев, мне вот лично не нравится, но то, что делается в Советском Союзе, это интересно, это надо посмотреть, подумать, подучить, может быть, и сейчас мы с вами должны, ну, обеспечить, если заканчивать, левый ренессанс в Европе, в Европе могут взять вверх фашистские партии, да, я, понимаете, опять лет 10 тому назад, мне бы это показалось, ну, просто в Европе, там, после Второй мировой войны, но сейчас премьер Италии, она балдеет от Муссолини, например, ну, кто себе такой мог представить-то вообще, ну, кто? В Германии одна из партий говорит, а что, нам нет смысла стыдиться за наших солдат Второй мировой, блин, куда мы катимся? Да, я с вами соглашусь, ну, и тут вот у меня еще один о важности взгляда вот этого будущего, пример исторический, собственно, 42-й год, это я сейчас цитирую тут из одного очень хорошего телеграм-канала, 42-й год, ну, представляете, что там, в общем-то, непонятно, чей верх-то возьмет, принимается документ, называется так, постановление Политбюро ЦК ВКПБ о комиссии по послевоенным проектам государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира, 42-й год, уже тогда как-то начали об этом думать, комиссия-то начала работать, и самое интересное, что почти все, что до комиссии себе там придумывало, надумывало, естественно, там, я уверен, были жаркие споры, и не только, собственно, как комиссия это решила, так мир-то и был устроен по факту, то есть, не просто так это все. Я хочу подчеркнуть, что это, конечно, мы с вами можем с гордостью сказать, что это произошло в основном благодаря силе, оружии, воле и мастерству и беззаветной храбрости наших с вами советских предков, но и не только, ведь понимаете, насколько Сталин, вот Сталин, можно сказать, ну, сын сапожника, да, там, я не знаю, ну, вот закончивший несколько курсов семинария, не Гарвард, но вот когда я смотрел, читал, как они с Рузвельтом, сын миллионера, да, там, с прекрасным образованием, с Черчиллем, который там дворянин, я не знаю, там, герцог Мальборо, да, это его предок, и они говорят, Германию надо разделить на 15 государств. Сталин говорит, почему? Ну, потому что вот она плохая. Он говорит, вы что, нового Гитлера хотите создать? Ну, то есть, вы хотите унизить немцев таким образом, чтобы они спали и видели, как нам отомстить? Хорошо, пять государств, давайте объединим Австрию с Венгрией. Сталин говорит, зачем? Ну, когда-то же была же Австрия, Венгрия. Он говорит, ну, это же не пешки, это люди со своей сложной исторической судьбой, убеждал их сын сапожника, да, что не надо так к ним обращаться, что мы с вами должны не просто победить военным путем, мы должны завоевать мир для следующих поколений. И Сталин ведь сделал это, понимаете? Мы бы могли унизить и Болгарию, которая воевала на стороне фашистов там, и ту же самую Румынию там, не знаю, и Италию, которая до 43-го все-таки была с ними, да? Тем не менее, старались все-таки заложить какой-то фундамент на будущее. Вот в этом было мастерство советской дипломатии и политики, которое можно просто определить. Гитлеры приходят и уходят, да? А немецкий народ остается. У нас и к Франции такое же отношение должно быть. Например, Макроны там приходят и уходят. Французский народ. Народ, который сделал много революции, который дал образцы антифашистского сопротивления, который для нас должен быть не Макроном, а Нормандией-Неманом, прежде всего. Вот мы должны вот это вот культивировать у них. Они, кстати, в Белоруссии ведь дрались там и потом в Прибалтике. И такого много на самом деле, очень много. И немцы, казалось бы, немцы, да? И тем не менее. Тут есть и бисмарк, тут есть и совместная борьба против Наполеона, когда Россия освобождала Германию когда-то. И первым почетным гражданином Гамбурга был донской казак, который в составе русской армии первый вошел вот в этот город в 1813 году. То есть, все это надо делать. Это, еще раз, это работа кропотливая, но если мы сейчас с вами, вы белорусы, опытные аграрии, и я тоже, так как я из деревни сам, посев нормально не сделаем, сходов не будет в любом случае, понимаете? Они могут быть запоздалые. Поначалу какие-то чахлые, может быть. Но нам надо этим заниматься. У нас для этого с вами есть все. Не хватает целенаправленности, чуть-чуть я бы сказал, да, поиска партнеров в Европе, и если хотите, воспитывание их в плане того, чтобы они там оставались, да, чтобы они олицетворяли те чаяния населения Европы, которые на года, не на месяцы, не на недели, на десятилетия, и которые, я уверен, совпадают с нами. Ну что же, будем надеяться, что действительно какие-то здоровые силы, тем более, что вот вы же... Надеется мало, надо действовать. Да, ну, уверен, что какая-то работа-то, наверное, идет. Может, мы об этом с вами просто не знаем. Потому что она не может быть, особенно сейчас, скажем так, рекламируемой широко. Тут, как мне кажется, если и делать, то пока, во всяком случае, очень тихо это все. Вот, но... А вот как бы вы посмотрели на то, это я, естественно, я просто как телезритель. Вот, ну, Сару Вагн к ней, может быть, можно было позвать на Белту, там, и расспросить ее. Вот, вы бы посмотрели на это с большим удовольствием. Вопрос, как бы она посмотрела. Потому что, я думаю, что, несмотря на всю свою оппозиционность Германии, она там тоже... Ну, есть у нее тоже какие-то ограничители. Но, чем черт не шутил? А вы знаете, с ней было бы интересно, по-моему, поговорить именно про Германию. Понимаете? Вот именно как она себе будущее этой страны представляет. Потому что, как бы мы к этой стране не относились, она важна, правда? И она, как вы понимаете, может нам очень много горя принести, как бывало. А может быть, и очень много пользы. Как тоже бывало. И это тоже бывало. Это наша самая местная история. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам, Николай Николаевич, за разговор. Как всегда. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok